Всем привет, друзья, с вами Грегор Эджерд, добро пожаловать на моё новое видео. Буквально вчера, 31 октября в понедельник, я написал пост в вкладке сообщества о том, что я воскрешу проект под названием «Ностальгия Глеба». Действительно не в курсе, у меня раньше, в конце сентября-начале октября 2019 года, на канале, который раньше назывался «Я Конор 2001», выходила рубрика «Ностальгия Глеба», где я рассказывал о тех или иных вещах, которые познакомился в детстве. Всего было снято около пяти серий, то есть, ну, я снимал всё это на Bandicam, то есть показывал некоторые материалы, которые открыла в вкладках браузера и всё такое. То есть некоторые я снимал, при помощи также, применяя также в виртуальную машину, то есть Vmware, всё такое, в общем. Я решил воскресить этот проект, но на этот раз уже не в формате видео, а уже в формате постов ВКонтакте, а также на моём канале в Дзен. Я уже также, этот пост, точнее, ну, точнее, статью, то есть первую статью из этой рубрики уже написал ВКонтакте, вот, да, вот, вы можете видеть. И то же самое, и потом перевёл всё это на Яндекс.Дзен. Ну, точнее, просто Дзен, потому что вы уже выкупили. И, да, ссылка на мой канал Яндекс.Дзен, хотя просто называется Дзен, ну, что привык так называть. В общем, ссылка на мой Дзен-канал будет в описании под видео, если что, подписывайтесь. Ну, и вкратце давайте пробегусь насчёт проекта Вопрос-Ответ, да. Я ранее ещё в августе планировал в столь проект Вопрос-Ответ, но по различным обстоятельствам мне что-то, можно сказать, не вышло. То есть я откладывал на неопределённый срок. Во-первых, из-за возможной тогда блокировки YouTube, которая планировалась, которая была, которая планировалась, у нас была в сентябре, в августе, то, что в сентябре могут его заблокировать. Потом я планировал в честь своего дня рождения, запусть, можно сказать, сделать вопрос-ответ, но также по различным родным обстоятельствам у меня, что-то, так сказать, я, так сказать, в общем, не удался, так сказать, про это, то есть не было времени и сил, тем более. Плюс ещё учёбный год, так сказать, заставляет больше тратить времени на учёбу, то есть на подготовку к угле и всё такое. В общем, в крайнем случае, то есть как минимум в декабре к новому году я, возможно, сделаю. То есть ориентировочно это где-то будет в предпоследние недели, то есть буквально где-то за неделю до начала каникул в новогодних, а у меня это, у меня каникул начнётся 29 декабря. Ну, ориентировочно я, возможно, начну именно где-то 22-го, то есть будет выложено видео. Насчёт сбора вопросов, я пока что молчу, поскольку ещё, поскольку я сейчас не готов, то есть в крайнем случае я буду готов где-то уже в середине ноября, после каникул, вот так, ориентировочно. И если вы сгоняете календарь, то, возможно, вот, возможно, сейчас, возможно, где-то 16-го или 17-го ноября, ой, да-да, в общем, ориентировочно 16-го или 17-го числа я, возможно, начну, так сказать, сбор вопросов. Ну, это так, в общем, небольшой анонс был. Вот, в принципе, на этом всё, с вами был Григорий, добро пожаловать здесь. Подписывайтесь, ставьте лайки, залетайте ко мне в группу ВКонтакте, на серверах, в Дискорде и на мой чат Телеграм, ссылка в описании под видео. Залетайте также на мой канал Дзен, ссылка также в описании под видео. Также вы можете поддержать мой канал Копеечка, для этого есть донат, ссылка тоже в описании под видео. Ну что, спасибо всем за внимание и до новых встреч.